Ключи каждый житель может получить себе, каждую квартиру. Для этого ему необходимо обратиться или старшему по подъезду, или старшему по дому, или в соответствующую управляющую компанию. В Белгороде 2047 подземных укрытий. Все их можно найти на интерактивной карте. И как показывает практика, доступ к таким убежищам необходим. Вот последний такой яркий пример – 30 декабря. Пять человек у нас было местных здесь, жителей, и 20 человек были. Даже повара прибегали в поварской одежде с площади люди. В подземных укрытиях должны быть лавочки, вода, освещение и аптечки для оказания первой доврачебной помощи. Если же вы увидите нарушение санитарного состояния убежищ, их паспортов или указателей, можно прикрепить фото в системе МИАСГИЦ. Эти проблемы устранят в течение двух дней. Но чтобы этого не допустить, ГОЧС и управы города Белгорода поддерживают укрытие в постоянной готовности. Мы проводим тренировки по открытию укрытия, в ходе которого у нас проверяются вопросы по исправленной навигации этих местах укрытия. Проверяются, имеются ли ключи у жителей города Белгорода, проживающих в данных домах, и санитарное состояние подвальных помещений. Появились и дополнительные защитные сооружения. 425 укрытий возле остановок общественного транспорта. В самом помещении укрытия мы размещали информационные стенды по оказанию первой помощи. Когда прорабатывали в электронном виде, все информационные стенды были согласованы с медициной катастрофы. Также на модульных капсулах указаны телефоны экстренных служб. На 319 укрытиях есть табличка «Аптечка там». Это те убежища, возле которых в шаговой доступности есть хозяйствующие субъекты. Делаем несколько шагов и видим надпись «Аптечка здесь». Заходим в хозсубъект. «Аптечка у нас не содержит никаких лекарственных препаратов, которым нельзя водить население к пострадавшему человеку. Предназначено оказание первой помощи от 5 до 10 человек». В аптечке есть одноразовые перчатки, турникеты, жгуты, бинты и маркер. Их состав также согласован с медициной катастроф. Помимо этого, в Белгороде развивается система оповещения населения о ракетной опасности. Сейчас установлено 54 технических устройства. До 21 марта добавится еще 43. Их радиус оповещения будет достигать 600 метров. Места установки определены с учетом результатов тренировок и обратной связи от жителей Белгорода. Екатерина Скляренко, Денис Бабков, Белгород Медиа.